Спортивный день рождения. 1 декабря партии «Единая Россия» исполнилось 14 лет. Отметить дату партийцы решили нестандартно. В залах спортивных, а не в залах заседаний. Специально организованные соревнования собрали сотни участников со всей области. За состязанием спортсменов-однопартийцев наблюдала Яна Хромова. Вот наша Россия! Мы нашим! Мы смотрим! Единая Россия! Вперед, вперед, вперед! Так дружно поддерживали свою команду болельщики из Гаврилов-Яма. Всего же в Ярославль съехались почти 200 человек. 15 команд из 14 муниципальных образований области и молодая гвардия. Так массово, с размахом, члены и сторонники «Единой России» решили отметить свой день рождения. Зимная Россия! Единая Россия! Это победа России! С праздником вас! С днем рождения! Партии «Единая Россия»! В программе соревнований мини-футбол, настольный теннис, дартс, сдача норм ГТО. Виды спорта и игры, доступные в той или иной мере каждому. Поэтому многие справлялись без труда. Самый возрастной участник соревнований – бывший милиционер, а ныне пенсионер и по совместительству охранник – тутаевец Николай Прокофьев. Свои 65 он со спортом не расстается. Когда в милиции работал, все виды закрывал. Лыжи, бег, гири. Гири до сих пор выступаю. Самбо закончил, джидо, 58 лет. Так, подтягиваюсь, палеотлон зимний, летнее, много говоря, горный бег. Не отстает и молодежь. Руководитель молодой гвардии Антон Капралов успел и традиционный в этот день прием граждан провести и в футбол погонять. Спортивные традиции в партии тоже крепчают. Я уверен, что в следующие годы мы именно так же будем отмечать этот день. Своим примером прививать здоровый образ жизни, показывать, что не только в креслах умеем сидеть и умные мысли говорить, но еще ногами двигать. И, в принципе, все у нас получается хорошо. Тема спорта и здорового образа жизни была всегда одной из ключевых для единороссов. Партия инициатор строительства большинства появившихся в Ярославле спортивных комплексов и площадок. В прошлый год это порядка 124 миллиона было потрачено на спортивные, на плоскостные сооружения, плюс строительство хокок. На следующий год мы планируем, что эта сумма не уменьшится, и что не только Ярославль, а и вся территория области должна получить возможность в прекрасных спортивных площадок, те, которые мы открываем около школ в Ярославле, то же самое будем делать и в Причистом, и в Данилове, и хоккейные корты. И это все должно стать доступным для наших и малых городов, и для наших населенных пунктов всей области. Открытые спортплощадки востребованы и никогда не пустуют. Интерес к спорту растет, а потому возведение новых сооружений будет актуально и в ближайшие годы.